Переведено и озвучено каналом Али Атисам. Мир вам! Ты являешься работником реанимационного отделения в больнице. Десятки пациентов с коронавирусом госпитализированы, и ты несёшь ответственность за установку кислорода и наблюдение за пациентами. Сегодня твоя смена, но ты решил не идти. Почему? Ты был занят своими личными проблемами. Тебе это не приходило в голову. Или ты даже забыл, что являешься работником. Больные начали задыхаться и умирать, пока ты сидел дома. Преступление это или нет? Почему это является преступлением? Ведь я никого не убил. Напротив, ты убил, поскольку ты отказался от своей миссии по спасению людей. Точно так же обстоит дело, когда мы, мусульмане, отказываемся от нашей миссии по спасению людей от неверия. Мы являемся работниками за плату. Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на рай. Наша миссия определена. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. Если мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. Наша миссия состоит в том, чтобы устранить препятствия на пути призыва и создать чистую атмосферу для человечества, дабы человечество не страдало от угнетения друг друга, и чтобы поколения не росли на различных формах естественного отклонения, дезинформации СМИ и заниманием людей поиском своего дневного пропитания и на порабощении акулами капитализма. А напротив, мы создавали чистую атмосферу и устанавливали справедливость на земле, пока не исчезнет искушение, чтобы людей не отвращали от их естества, чтобы их не сбивали с пути истины, через приукрашение лжи, и не совращали их от истины через принуждение ко лжи. Мы создаем эту атмосферу, чтобы люди выбирали после этого, ясно осознавая, что то, чего они придерживаются, это истина, дабы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности, чтобы прямой путь отличился от заблуждения вдали от обмана, вводящих в заблуждение. Нет принуждения в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения. Какое отношение все это имеет к примеру, который мы упомянули в начале? Вера — это жизнь, а неверие — это смерть. Аллах привел притчу о верующем, который ранее был неверным. Разве тот, кто был мертвым, и мы вернули его к жизни, и наделили его светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Когда мы отступились от нашей миссии по спасению человечества, мы и мир потеряли многое. Мир продвинулся вперед в изобретениях и опустился на самые низкие уровни духа и морали, и продолжает падать с ускорением. Давайте посмотрим на примеры, чтобы почувствовать ответственность. Давайте посмотрим, что потерял мир по причине упадка мусульман. Название книги индийского исламского ученого Абу Аль-Хасана Ан-Надуи, «Да помилует его Аллах». Когда 99% земных богатств, созданных Аллахом для людей, находятся в руках менее 1% богатых, а состояние 26% людей равно тому, чем владеет половина населения Земли, в то время как тысячи умирают ежедневно от голода, болезней, бедности, холода, жары и вынужденного переселения, а половина населения Земли страдает, чтобы получить свой хлеб насущный, и мы являемся теми, кому вверили книгу Аллаха, которая говорит, «Дабы не доставалась она, добыча, богатым среди вас». Тогда ты поймешь, что потерял мир по причине упадка мусульман, когда сознательно ведутся войны в интересах капиталистических акул, оружейных и нефтяных компаний, банков, компаний реконструкций. И страны намеренно заваливаются долгами, и в них намеренно провоцируются внутренние конфликты и массовые убийства в координации между великими державами и всемирным банком, чтобы держать их в рабстве, как это в книге американца Ноама Хомского, чего на самом деле хочет дядя Сэм. И так, как это в книге Найоми Кляйн «Доктрина шока», где в десятках или в сотнях мест она показывает, как американские политики, акулы капитализма, извлекали выгоду из трагедии народов. Когда ты видишь, как главы великих держав, министры иностранных дел и обороны, члены Конгресса, Дик Чейни, Кандализа Райс, Рамсфелд и другие, извлекают выгоду из войн, в которые они втягивают свои народы, вопреки тому, что они говорят, что они работают во благо своих народов, ты понимаешь, что потерял мир по причине упадка мусульман. Когда происходят пытки, сожжения, тюремные заключения, изнасилования, унижения слабых из людей, из числа мусульман, и других, и также кража их собственности, и обнищание, и лишение их крова под эгидой международной системы, и руками их прихвостней, доминирующих над народами. И сейчас, прямо сейчас, миллионы людей во всем мире страдают в тюрьмах, в концентрационных лагерях, а сверхдержавы проводят исследования эффективных методов пыток и разрушения психики заключенных, как об этом также говорится в книге Доктрина Шока. И у нас есть книга Аллаха, которая установила цель войны, пока не исчезнет искушение. То есть, чтобы людей не ввергали в искушение. И также говорит, но если они раскаются и будут совершать молитву и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере. И который сделал одним из направлений реализации закята, нашего имущества, для тех, чьи сердца хотят завоевать, выплачивая из его имущества, чтобы привлечь сердца людей к истинной религии. И тогда понимаешь, что потерял мир по причине упадка мусульман. Когда человечество достигает беспрецедентного уровня морального упадка и убивают тысячи детей ежедневно, через аборты, и в течение определенного периода тела тысячи абортированных эмбрионов обрабатываются, как клинические отходы, и сжигаются для выработки энергии и обогрева некоторых британских больниц. Когда детей от прелюбодеяния помещают в мусорные контейнеры или так называемые детские ящики, чтобы они росли питающими злобу к тем, кто их вынашивал, психически деформированными, и незаконные младенцы становятся большинством в некоторых обществах, тогда ты понимаешь, что потерял мир по причине упадка мусульман. Когда в спешке принимаются законы для поддержки отклонившихся от своей природы и требуют от людей, чтобы они не использовали слово «отец и мать», принимая во внимание семьи, состоящие из двух мужчин или из двух женщин, и вместо этого требуют, чтобы их называли «родитель номер один» и «родитель номер два». Более того, есть страны, которые принимают законы, запрещающие лечить гомосексуалистов, а Всемирная организация здравоохранения считает преступлением говорить об их лечении. Принимаются законы о том, чтобы давать детям в школах уроки о культуре гомосексуализма и половой трансформации, трансгендерности, несмотря на возражения многих отцов и матерей, и даже не мусульман, которые говорят «оставьте детей детьми», «let the children be children», когда обвиняют в преступлении отцов, которые запрещают своим детям посещать занятия по половому воспитанию, которые поощряют мальчиков и девочек, говоря им, что у вас есть возможность, если хотите перейти в противоположный пол с помощью хирургических операций и гормонов, а родителей сажают в тюрьму, если они возражают, и угрожают забрать у них детей. И все это в таких развитых странах, как Канада, Великобритания, Шотландия. Перед нами сохраненное откровение, которое очерчивает прямой путь к предотвращению этого отклонения. И тогда понимаешь, что потерял мир по причине упадка мусульман, когда фальсифицируют науку и используют ее в качестве инструмента для атеистических призывов, морального отклонения и капиталистических повесток дня. А престижные журналы публикуют научные исследования, в которых говорится о необходимости принятия законодательства, позволяющие убийство новорожденных детей, если они страдают серьезными уродствами и заболеваниями, а иногда и по прихоти родителей или матери. И в этих научных журналах распространяются термины для этого, такие как после родовой аборт или когда многие юноши и девушки потеряны и блуждают, страдая психическими расстройствами и утратой цели, распространяются самоубийства и теряется надежда, так что некоторые из них осмеливаются даже поджигать себя в расцвете сил. Даже Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ежегодно 800 тысяч человек совершают самоубийство, и что самоубийство это третья причина смерти молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет, а самоубийства школьников в Японии достигают пика в 2020 году. И как на этой выставке в американском городе Фресно, на которой было 1100 сумок, представляющих количество самоубийств в американских университетах ежегодно. И среди нас есть свет от Аллаха и ясное Писание, которое определяет для людей их цель в жизни, делает их жизнь осмысленной, связывает их с загробной жизнью и внушает им терпение при бедах, и тогда ты начинаешь понимать, что потерял мир по причине упадка мусульман. Когда люди превращаются в числа с цифровым балансом, как в Китае, повсюду камеры видеонаблюдения, и твой капитал и кредитоспособность уменьшается по мере того, как ты нарушаешь инструкции порабощающего государства. Таким образом, что на передвижение и поездки нарушителя накладываются ограничения, и это распространяется даже на его детей, и эту модель желают распространить на другие страны, тогда ты понимаешь, что потерял мир по причине упадка мусульман. Когда женщина повсюду страдает от изнасилований и домогательств, и страдает от сексуальной эксплуатации на своей работе, и также страдает от объективации, от навязывания своей одежды и соблазнения клиентов в пользу работодателей, как мы это разъяснили в выпуске «Освобождение западной женщины», и когда она подвергается избиениям и унижениям, как это разъяснено в выпуске «Избиения женщины», и становится игрушкой в руках преступников, в то время как в наших руках книга, которая делает ее высокочтимой, хранимой и оберегаемой, о которой заботится мужчина. Мужчины являются попечителями женщин. Ты понимаешь, что потерял мир по причине упадка мусульман. И важнее всего этого, это когда большинство человечества поклоняются людям, камням, коровам, мышам и своим страстям, унижаются и умирают за акул капитализма и тиранов власти, и кто-то из них живет 60, 70 и 80 лет и не работает для того, ради чего он был создан, ни на одно мгновение. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. И люди ходят или их побуждают идти и прославлять статуи Кимирсена в Северной Корее и статуи кровавого преступника Мао Цзэдуна в Китае и других современных идолов. И мы знаем, что Аллах послал нас, чтобы мы вывели тех, кого он пожелает из поклонения себе подобным к поклонению Аллаху из тесноты мира к его простору, из несправедливости религий к справедливости ислама. И тогда ты понимаешь, что потерял мир по причине упадка мусульман. И ты понимаешь смысл слов Всевышнего Аллаха. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Ты можешь сказать, хорошо, то, что ты упомянул из проблем, есть и у нас. Как мусульмане, мы совершаем самоубийство так же. Как и они, мы угнетаем и порабощаем. Так же, как и они, ты можешь сказать, почему ты предполагаешь, что только ислам способен спасти человечество. Ты можешь сказать, но ты этим возлагаешь на мусульман сверх того, что они могут нести. Это мы нуждаемся в спасении. Ты можешь сказать, но человечество, о котором ты говоришь, не услышит моих слов, пока я нахожусь в этом ухудшенном положении. И наша умма находится в этом положении. Я не буду отвечать на эти вопросы сегодня, но я отвечу на них в следующем выпуске с дозволения Аллаха. Чтобы не утомлять тебя, сегодняшний выпуск призван разбудить нас и заставить нас почувствовать ответственность и милосердие к человечеству, которое вверили нам. В заключении, мы приведем выступление этой американки, которая пришла в ислам после долгой жизни и горького пути недоумения и замешательства. Она объяснила, что произошло с ней после того, как она посидела один раз со своей дочерью, которая тайно приняла ислам. Однажды вечером ее дочь сидела с ней, читая ей переведенные аяты. Она, американка, сказала, «Я взяла Коран», подняла его перед своим лицом и начала его целовать. И сказала, «Почему нам никто об этом не рассказывал?» Болезненный вопрос, который должен звучать в наших ушах. «Почему нам никто об этом не рассказывал?» «Почему нам никто об этом не рассказывал?» Ты можешь не чувствовать, что владеешь великим сокровищем. Однако те, кто всю жизнь был лишен этого сокровища, чувствуют это. Однажды ночью Аллах привел меня к аяту одной суры, в котором говорится, «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Мир вам и милость Аллаха! Аллах привел и милость Аллах и милость Аллах и милость Аллах